Видео в моём волшебном удобрении прервалось, может и к лучшему, потому что уже просто затянулось видео, длинная осень. Разобьём на две части, это как бы вторая часть. Показываю вам, остановились мы на том, что клубнику, про удобрение ли я и удобряла. Я свою клубнику, отвечаю на ваши многочисленные вопросы, в этом году не удобряла. Я просто её не успела это сделать. Но так как у меня здесь было мульчирование, и уже биогомус образовался сам по себе, то есть уже земля работает на меня, и нет необходимости мне эту клубнику удобрять. То есть на следующий год, да, я её буду удобрять, а в этом году без удобрений. То есть за счёт накопившегося в земле биогомуса, эта клубника уже растёт сама по себе. И почему у меня клубника без болезни, вы спрашиваете, чем обрабатываю, какие болезни. Наверное, сниму отдельное видео, потому что я в предыдущем видео о клубнику вам это сказала, но меня практически никто не услышал, почему не болеет моя клубника. Продолжаем сравнивать мой участок и урожай и соседей. Идём на клубнику к соседям в гости. Несу им подарок, разрешили снять их растения. Спасибо большое. И вот клубника у соседей. Смотрите, они специально сорняки не срывают, чтобы птицы ихнюю клубнику не съели. Видите, какая клубника? Узнаёте? А вот прошлогодние посадки. Такой водой. Вот такие вот реалити жизни, видите? А вы говорите, палку в сунь вырастет. Может где-то и вырастет, у нас точно не вырастет. Совсем не юг. Вот такая вот клубника. И вот, смотрите, представляете? По моей технологии клубника посажена. Это я буквально неделю назад, наверное, дала вот эту вот свою клубнику им. Смотрите. Но видите, она у них мельчает. Знаете почему? Я предупреждала, говорила, уберите все цветоносы, когда высаживаете клубнику. Потому что будет мельчать листья, клубника будет всё равно мелкая, а краневая система не сможет развиться. Видите, вот это уже происходит. И вот этот вот лист при посадке, я бы его, конечно, убрала. Он лишний. То есть много испарения из листьев выходит, влаги. И растение будет плохо наращивать краневую систему. Но смотрите, как приятно. Даже вот эта вот моя клубника замульчирована. Скажу вам ближе. В каком состоянии. Вот, видите? Видно, что это моя клубника, да? И вот это вот прошлогодняя клубника. А эта клубника высажена, не знаю, неделю-полторы назад, где-то так. Вот. Вот прекрасный сосед. Заодно показывает лестницу, как он сделал с дуба. Не поверьте, два часа назад было вот только одна и вторая ступенька. Смотрите, за два часа всё уже сделал. Вот с таких просто досок. Все золотые руки, красавчик. Итак, разницу видите? Что я закладывала в компостник, я вам рассказала. Упустила момент, что ещё где-то несколько раз за всё время мне привезли конский навоз. И я так по несколько этих шариков раскладывала где-то через 50 сантиметров. Просто по несколько шариков для развития бактерий я раскладывала так этот конский навоз. Что планирую в этом году делать, так как вот будет у меня закладываться компост, и я вам буду всё показывать, как я это реально делаю в реальном времени. И мне эти же прекрасные соседи, очень благодарно им, дали куриный помёд. И я планирую, вот я вам говорила, что расскажу, как я использую куриный помёд. Я планирую просто, когда я там заложу полный компостник, вот такой вот будет горько, ну того, конечно, компостника, вот так вот будет полный, я просто возьму этот куриный помёд, разведу, разведу его, разболтаю. Просто в обычной воде, за один раз где-то одно ведро я использую с этой водой, растворю и просто пролью сверху компост свой. Классные у меня соседи, да? И буду проливать сверху. И у меня бактерии из куриного помёда и азот сразу вступят в работу и будет размножаться. Кстати, моё видео, которое записывала, когда складывала вот этот кучу, компостник, я назвала его «Как размножить навоз». Так оно и есть. Вот это вот, немножко этого куриного помёда, который я вам показала, я буду вот сюда вот закладывать и его размножать получается. Потому что мне нужны только начальный старт бактерии, который возьмётся за органику и будет её интенсивно перерабатывать и размножаться. И этих бактерий будет так много, что они будут преобладать над компостником и он очень быстро превратится просто в грунт, биогомус и червиш тоже не сразу же едят траву, да? Они едят уже полуразложившиеся, получается, эти сорняки и всё остальное. Кстати, вы меня спрашивали про удобрения, я снимала в прошлом видео, что фитоспорин, как я сюда добавляю, я не добавляю сюда фитоспорин, он здесь сам образовывается. Вот это вот белое, это мицелия, гриба и не только фитоспорина и сенной палочки. Здесь очень много всяких грибов полезных, за счёт каких, за счёт них наше растение их и усваивает, эту органику, которую мы ей даём мгновенно. То есть если бы вы просто, когда вы покупаете минеральные удобрения, даёте растениям, ну я так простым языком рассказываю, растения не могут взять минеральные удобрения, их съесть. Там всякие бактерии должны быть, у вас в почве тоже, чтобы минеральные удобрения у вас действовали. Вот эти вот бактерии разлазятся, захвачивают эти минеральные удобрения, их съедают, и только тогда ваши растения минеральные удобрения употребляют. Понимаете? То есть минеральные удобрения, это вы не полили, и удобрения их съели, чтобы вы понимали. А должны всё равно быть вот такие вот бактерии в почве, для того, чтобы съесть минеральные удобрения, а потом только растениях есть а вот это то что я вам показываю это уже готовый продукт для для растений растения сразу берут это уже и есть переработанное вот это вот вещество которые растения уже могут употребить понимаете то есть растения просто берут вот это вот сразу же пьют все и здесь же не только находится удобрение такое как азот фосфор калий о котором все говорят и ну что можно минералкой например да заменить и купить вы же ну я не говорю конкретно про каждого но есть много людей которые не понимают что не только азот фосфор калий растения употребляют там такая система такой микро мир еще не изучен до конца что даже не заморачивайте себе голову вот поверьте на слово что вот это вот удобрение это все что нужно растениям и вы видите результат на глаза то есть вот почва моя видите вот у тех соседей хоть черная такая немножко земля у меня просто глинка у меня вообще невозможно выращивать никакие культуры они просто не вырастут будут ну я не буду говорить конкретно какие но они вообще никакие не будут для того чтобы мне что-то вырастет это нужно приложить массу труда и конечно без этого удобрения это просто невозможно смотрите видите глина аж блестит с песком но это она сухая на ткань немножко серо становится но когда она мокрая она желтая но я в каждом видео показывал что мне глина и вы видите какие у меня урожай и это все не просто так то есть даже на такой вот глине вот можно вырастить вот такой вот шикарный прекрасный урожай потому что здесь есть микро мир необходимый для растений которые растения могут усваивать понимаете и мне не нужно высаживать 10 кабачков для того чтобы мне хватило на игру или еще на что-то я каждый день вот сорвала сегодня снимаю по два кабачка смотрите завтра у меня вот будет один видите вот такой вот большой послезавтра вот два вот следующих у меня будет опять-то даже вот снизу еще 33 будет послезавтра потом опять будет один опять два три то есть некая каждый день собираю кабачки зачем мне больше одного кабачка я икру делаю абсолютно все с кабачков просто что у меня одно растение плодоносит как десять других людей я никогда не собирала с баклажана там пять баклажанов у меня все время два ящика минимум с одного баклажана баклажанов поэтому мне не нужно много растений высаживать это я в этом году высадила просто для вас чтобы вы увидели что это возможно и как работают удобрения и какие и почему они так работают делайте компостник запускайте червей пусть они вам делают плодородие почвы вы понимаете что черви это не ноу-хау какое-то это не придумано черви они были созданы для того чтобы они делали землю плодородные понимаете и эти черви были всегда просто люди не знают как за листом щи помидоры люди не знают смотрите насколько за два дня выросла эта помидора но невероятно люди не знают как использовать то что уже есть я вам буду про этом рассказывать и учить вас чтобы у вас было все прекрасно чудесно замечательно и все в ваших руках вы можете создать себе плодородие бесплатно ну конечно нужно приложить какие-то усилия еще что очень важно хочу вам сказать полно комментариев о том что ой удобрения 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 но суть же не только в одном удобрении понимаете еще кроме удобрения есть агро приемы которые я использую и показываю вам их и когда пишут что урожай нереальный я же вот эти вот все растения вам лично показывал самого семечка как я их высаживала как они развивались какого числа видео постоянно говорю какое число чтобы вы ориентировались во времени и могли сравнить это все короче некоторых моя болтовня уже утомила и они не могут смотреть уже на мои урожаи поэтому буду заканчивать пишите комментарии абсолютно любые вопросы которые у вас возникают мне будет очень приятно отвечать на них во первых во вторых что я буду знать что вас интересует какие темы мне дальше вам снимать и показывать хоть меня у меня и так тем очень много хватает но тем не менее обязательно подписывайтесь на канал чтобы не пропустить волшебство ставьте лайки моим растениям моим труду много времени тратится чтобы показать вам дать эту информацию чтобы не одна я наслаждалась такими урожаями но и вы тоже благодарю всех за подписку кто подписался и желаю вам всего самого наилучшего будьте здоровы и счастливы до свидания пусть ваши урожаи это уже четвертая кисть такого размера представляете всегда радуют вас и чтобы вашем доме было полно радости смеха и любви до свидания